Моя вода Я не научился говорить властно и громко, и слова даже из самых больших волн доносятся робко. Мои толщи дают жизнь миллионам рыб и дельфинов. Я так счастлив с ними, они делают меня красивым. Они поют о том, что живут в самом большом мире и океане, и мне становится так неловко от такого внимания. На закате мои воды краснеют от смущения, и я прикрываю свои береговые веки и вспоминаю ощущения, как я был еще маленькой лужицей в школьном дворике, и девчонки рядом играли в крестики-нолики. А прыгая по мне, в бой бежали шумные мальчишки, пока я углублялся в молчании и читал свои книжки. Недолго слишком, но особо внимательно я впитывал слова многих людей замечательных. И именно тогда я понял, что я счастлив в своем безмолвии, и мне никто не нужен. И тогда дети прозвали меня тихой лужей. Но шли годы, я становился тихим омутым и тихим озером, и в это время я сидел на тихой музыке и на тихой дозе. Но всю гадость я потом, конечно, бросил, вот только тишину не бросил, знаете ли, она и правда очень сильно косит. И так как я был молчалив и умел слушать, многие люди приходили к моим берегам изливать свои души. Я жалел их, слушал их мои тяжелые воды, и их большие слезы падали в мои синие воды. Они наполняли меня, и я становился больше от всех этих чужих рам. И так на свет появился я. Тихий океан. Когда мне было 10, я рисовал картины своими течениями. Тысячи оттенков синего создавали впечатление, как будто внутри меня не вода, а ночное небо. Полное звезд и света, и в котором где-то, разрывая носом холст, выныривает косатка. Растирая и смывая мои краски без остатка, я не думаю, что эти полотна стали бы шедеврами. Многие для меня были более талантливыми и смелыми. Ну а я был просто тихим, и поэтому, подавляясь сотням поэтов, я записывал свои мысли. Писал в основном прозу, книги для разных просветлян. Одна из этих книг, кстати, носит имя «Тихий океан». Я никогда не мечтал становиться самой большой водой. Я всегда хотел прожить жизнью тою, которую не захочется менять на грязь в болотах, всегда оставаясь чистым и прозрачным в своих глубоких водах. И я так боялся становиться мутным, что уходил в фантазии, дабы не хлебать грязи из чужих стоков. И в своих потоках я всегда был один, ну и со мной было немного бога. Он, наверное, был единственным разбавлением моего монолога. Он никогда не говорил чего-то конкретного, а только показывал на то, как разбиваются мои воды, скалы. И это связывалось с моими словами, рожденными внутри моего сознания и ведущими меня к этому моменту, к моему нынешнему состоянию. И когда люди назвали меня самым большим океаном в мире, я очень удивился, ведь я такой тихий и, наверное, океаны пошире. Но тогда Бог сказал одну фразу голосом одиноким. Знаешь, чтобы стать самым большим в мире океаном, мне нужно быть громким. В моих водах плещется солнце, в моих волнах горе смеется, В моих волнах сердце бьется, бьется. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok